МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». В студии Ольга Панова. Смотрите сегодня. Какие заботы у рабочих? В единый информационный день голова Чуваши отправился на завод. Одни нарушают, а другие ловят. ГИБДД и общественный совет при МВД Чуваши на страже безопасности движения. Семеро по лавкам. Как живется детям в приемных семьях? Чебоксары – крупнейший центр электротехнической промышленности. Об этом знают не только в России, но и в мире. Предприятия отрасли дают стабильный рост производства. Наряду с флагманами электротехники в столице есть и такие, что работают уже давно, но не слишком известны. Например, завод «Чебоксарская электротехника и автоматика». Сегодня в рамках единого информационного дня там побывал глава Чуваши Михаил Игнатьев. В октябре на экономическом совете при главе Чувашской республики директор предприятия озвучил проблему. Для стопроцентной загрузки предприятия им не хватало электроэнергии. Казалось бы, предприятие мало кому знакомо и неизвестно, что выпускает. Но в решение проблемы быстро включились. И уже к Новому году здесь цех заработал в полную мощность. Теперь новый цех, который получил инвестиционную, не финансовую поддержку, работает в полную мощность. Чета – производственно-инжиниринговое предприятие, которое специализируется на разработке и выпуске низковольтных комплектных устройств. Показатели компании неплохие, работают с прибылью. Но есть и сложности, хорошо знакомые практически всем представителям малого и среднего бизнеса. Мы должны каким-то образом упорядочить процесс контроля и проверки предприятий. Могу вам сказать, что в настоящее время на нашем предприятии находятся три федеральных службы. Это налоговая служба, выездная проверка, это пенсионный фонд и это фонд социального страхования. У нас парализована работа. О мерах поддержки бизнеса и о многом другом говорили во время встречи главы Чувашии с коллективом Четы. Предприятие пока не входит в так называемый электротехнический кластер Чувашии, но свою нишу на рынке заняло. Нужны квалифицированные сотрудники и рабочие. Учебные заведения пока не могут удовлетворить спрос. Михаил Игнатьев рассказал об итогах социально-экономического развития и прогнозах на 2014 год. Промышленность медленно, но растет, а значит будет расти и благосостояние жителей. Рабочие интересовались и судьбой региональных авиаперевозок. По итогам полугодия все зависит, когда сезон начинается. Будет спрос, допустим, в другие города. У нас были, допустим, и Саратов, да, из-за того, что там один-два пассажира. Просто на сегодняшний день и федеральный бюджет, и мы, посчитав, сказали через авиаперевозчиков, что невыгодно держать. Поэтому все зависит от того, насколько этот рынок будет востребован. Будет спрос, мы соответствующие решения примем. Во время встречи работники смогли обратиться и с другими вопросами. Где-то распродали колхозное имущество, где-то музыкальная школа в плачевном состоянии. Михаил Игнатьев поручил записать все вопросы и проблемы, которые будут взяты на контроль. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Жители Чувашии Михаил Кузьмин и Андрей Терентьев скоро отправятся в Сколково. Они стали победителями инновационного форума Russian Startup Tour 2014. Эксперты фонда Сколково оценили разработки молодых ребят. Михаил Кузьмин вместе с группой единомышленников разработал специальное покрытие, которое защитит практически от любых агрессивных воздействий окружающей среды. Такие материалы, как дерево или металл. Для получения лабораторной пробы используются полимерные связующие и растворитель. Растворителем являются ароматические углеводороды. Работает Михаил в лаборатории химического факультета ЧГУ. Удивительно, но, возможно, никакого открытия бы не произошло, если бы студенты случайно не нахимичили. Сами студенты, готовя состав полимерного связующего, смешали при другом соотношении исходный компонент. Они просто, как сказать, неправильно рассчитали порядок величин. И мы получили такой состав. Конечно, подобные защитные покрытия существуют давно. Однако у этого есть ряд отличий. Во-первых, оно не дву, а одно компонентное. Ничего смешивать не нужно. Что называется, нанес, подождал, пока подсохло и забыл. Во-вторых, безопасное. В реакцию ни с чем не вступает, ничего вредного для здоровья не выделяет. И это еще не все. Есть полиуретановые покрытия, которые, естественно, выпускаются, но они являются хрупкими, являются не такими термостойкими. Полученное покрытие у нас является эластичным, как я сказал. Вот оно. Разработки, естественно, ведутся и другими, наверное, предприятиями. Уникальность нашего покрытия является то, что можно это покрытие вот просто так сгибать, складывать, и ничего с ним не происходит. Кроме создания лабораторных образцов, изобретатели смогли самостоятельно наладить выпуск пробных партий. А участие в Russian Startup Tour нужно как раз для того, чтобы найти инвесторов и перейти на промышленный масштаб. У другого победителя регионального этапа изобретение связано не с химией, а с физикой. На суд жюри он представил ветро- и гидроэнергоустановку нового типа. Нами предложены ноу-хау, который мы разработали, который позволяет значительно повысить эффективность работы установок. Например, в ветрогенераторе у нас впервые использована система, очень простая система управления, которая позволяет крыльям самим находить ветер. Такая система позволяет эффективно использовать установки именно в нашем регионе, где сила ветра не слишком высокая. Ну а для гидроустановок разработчики применили новый вид лопастей. Их назвали ныряющее крылом. Его можно применять как на наших речках с несильным течением, так и в более глобальных масштабах. Дело в том, что у нас океан, он все время находится в движении, и пока у нас крутится земля и светит солнце, то течения они есть, и это просто океан энергии. Использование только тысячной доли вот этой энергии позволит бы решить все энергетические проблемы человечества. Впрочем, прежде чем взяться за решение проблем человечества, Андрею тоже нужно найти инвесторов и средства. Следующий этап чебоксарских инноваторов – участие в итоговом съезде в Сколково. Туда приедут победители всех региональных туров. Именно там выявят лучшие молодежные проекты, которые будут профинансированы. Ольга Перечкина, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика. Аварийность на дорогах Чебоксары – основные направления профилактической работы обсудили сегодня на брифинге в ГИБДД. Встреча с журналистами получилась довольно жаркой. Обсудили последние громкие аварии, работу нелегальных таксистов, нерадивых маршрутчиков и умных перекрестков. С подробностями Ольга Алексеева. Встреча журналистов столицы с подполковником полиции Сергеем Субботкиным началась с приятной для всех статистики. Аварийность по итогам 2013 года в Чебоксарах снизилась. Сократилось общее количество ДТП и пострадавших в них людей. Меньше стало аварий с участием маршруток и легковых такси. Работа в первую очередь – это и принятие специальных целевых программ муниципальных на территории города Чебоксары, проведение дополнительных профилактических мероприятий, направленных на выявление в первую очередь вот этих нарушений права дорожного движения, допускаемых маршрутными такси, легковыми такси. Работа с нелегальными таксистами ведется, но постепенная. В прошлом году привлекли к ответственности 13 водителей. В 2014-м нарушения не выявили. Тем временем в столице только одна компания по перевозке пассажиров соблюдает все установленные законом требования. Имеет свой парк, механиков, врачей, которые проводят предрейсовое медицинское обследование. Наличие опознавательного фонаря, который сразу видно. То есть у многих нелегальных такси он есть. Во вторую очередь – это наличие на боковых поверхностях цветографической окраски в виде шашечек контрастного цвета. Этого уже у нас на большинстве нелегальных такси нет. Ну и в-третьих, легальное такси обязательно должно быть оборудовано таксометром. Работа маршруток волнует всех. Перевозка пассажиров с перегрузом и на запрещающей скорости – одни из немногих правил дорожного движения, которые нарушаются такими перевозчиками. Хотя и здесь есть чему порадоваться. Количество ДТП с участием маршрутных такси тоже снизилось. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах ГИБДД и Общественный совет МВД Чуваши всерьез взялись за проверку маршрутных такси на предмет безопасности. С января в радиоэфире на открытой гражданской частоте, используемой водителями столичных маршруток, транслируется аудиоролик, призывающий перевозчиков не нарушать ПДД и предупреждающий о проведении контрольных мероприятий. Одно из них состоялось накануне. Общественники проверили, как соблюдают правила дорожного движения водители маршруток. После анонсирования в радиоэфире экипажа ДПС, члены Общественного совета МВД и приглашенные на гражданских автомобилях приступили к наложению взысканий на нарушителей. Оборудованный средствами видеофиксации автомобиль следовал за маршрутными микроавтобусами на протяжении всего рейса. Были выборочно проконтролированы 32, 33 и 63 маршруты. Нарушения начались с первых минут, причем водителя 63 маршрутки не остановило даже то, что его предупредили о хвосте и просили ехать аккуратнее. По результатам рейда на водителей 32 маршрута было составлено 8 протоколов, 33 маршрута 7, 18 нарушений выявили у водителей 63 маршрута. Опасная манера езды привела к штрафам на круглую сумму. Работа по наведению порядка в сфере столичных перевозок будет продолжена. В Нижегородской области под лед ушла машина. В ней находились рыбаки, все уроженцы чувашии. Три пассажира утонули. Спастись удалось лишь водителю, который самостоятельно выбрался из кабины автомобиля. Он рассказал, что на расстоянии полутора километров от берега лед проломился под весом машины, которая следовала на одну из баз отдыха Нижегородской области. Новочебоксарск – спортивный город. Вместе со всей страной жители города Спутника поддерживают наших олимпийцев, которые в Сочи защищают честь России. Редакция газеты «Грани» провела конкурс «Мой ребенок – олимпийц». А итоги подвели на открытии выставки «Путь к зимнему Олимпу» в Новочебоксарском музее. Мама, папа или дедушка – любой горожанин мог принять участие в конкурсе «Мой ребенок – олимпийц». В редакцию «Грани» нужно было прислать письмо с рассказом об увлечениях ребенка, о его спортивных достижениях и фотографию. Всего поступило 150 писем. Более 30 победителей были определены редакцией газеты «Грани». Собиралась целая экспертная комиссия. Разницы мы не делали месяц, или ребенок занимается спортом, или несколько лет. Здесь важно было постараться отразить целеустремленность, желание ребенка заниматься спортом, его увлеченность и вовлеченность родителей в сам этот процесс. Победители определили по нескольким номинациям. Самыми спортивными стали 2-я и 3-я школы Новочебоксарска. Как у меня много медалей, я решила поучаствовать. Потому что говорят сейчас, что в институтах портфолио надо. Я собираю. Ездю на соревнования в разные города. И там за командные у меня, за простое, где деремся. Я выступаю за всю Чувашу. 30 ребят-победителей получили призы. Но и остальные участники конкурса не остались без внимания. Их наградили дипломами, пригласили на ледовый стадион «Сокол» и в мим-театр «Дождь». Поздравить ребят пришли и старшие друзья-спортсмены. Пригласили, чтобы показать детям, как заниматься вообще спортом. Рассказать о своем виде спорта. Именно привить, может быть, любовь к спорту. Ну, именно к биатлону, к лыжным гонкам. Чтобы дети занимались так же, добивались успеха. После поздравлений все могли окунуться в атмосферу Олимпийских игр на выставке «Путь к зимнему Олимпу». Здесь беговые коньки от самых старых до современных. Уникальные горные лыжи 50-х годов прошлого века. Хоккейные клюшки, шлемы, которые можно не только посмотреть, но и потрогать. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. Ему 92 года, а он по-прежнему начинает каждое утро с зарядки. Встает на лыжи и пишет статьи. Он стал примером для многих чувашских журналистов. Хотя для самого ревоката Моисеева это была не работа, а просто хобби. Первые читатели его заметок появились еще когда ревокат учился в начальных классах. С одним из самых старейших журналистов Республики познакомились мои коллеги. В его багаже огромное количество статей. Все они хранятся в шкафу, вот в таких толстых папках. Но до сих пор ветеран помнит о своей первой работе. Она не попала в коллекцию подшивок, потому что не была напечатана в типографии. Прочесть ее можно было только в школьной стенгазете. О чем статья ревокат Моисеев готов рассказать и сейчас. Хотя написал этот материал более 70 лет назад. Тогда он стал свидетелем, как его одноклассниц лишают пионерских галстуков. В то время это было суровым наказанием. Но именно эта история, говорит ветеран, заставила его взяться за перо. Окончив школу с неплохим творческим резюме, он устроился работать в колхоз. Выполняя обязанности счетовода, ревокат Моисеев успевал два раза в месяц выпускать из стенгазету. А на фронте ветерану поручили боевые лески своей роты. Он участвовал в боях на Курской дуге, где получил тяжелые ранения в голову. В 44-м году его признали инвалидом и направили обратно домой. После войны он вновь взялся за перо и даже писал статьи на экономические темы. Эту сферу ревокат Прохорович знал изнутри. Долгое время он трудился кредитным инспектором, а потом и управляющим отделением банка. Но больше всего ветеран тяготел к фильетонам и критическим статьям. Критическая заметка писала у него некоторые, которые пианусы просто. Некоторые потом благодарили даже. Ну вот, другой, конечно, обижались. 8 апреля 1959-го. Журнал «Капкан». Именно в эти годы начали печататься одни из первых статей ревоката Моисеева. Даже в то время он не боялся писать фильетоны и высмеивать советскую власть. К примеру, в этом номере журналист описал нелепый случай из жизнеработников обычного колхоза. Его статьи печатались на страницах многих газет и журналов. «Коммунизм Ялавик», «Апкан», «Хыбар». А 50 лет назад под своими материалами он начал подписываться и другими инсалами. Ревокат Рубин. Этот псевдоним на страницах появился случайно. По ошибке редактора газеты. Как-то не Моисеев, просто написал Рев Рубин. Я вот так начал писать потом. Кто-то из работников газеты там. Но на работника издания ветеран не обиделся. Такой псевдоним ему пришелся по душе. И по сей день он подписывает им свои статьи. Несмотря на почтенный возраст, Ревокат Прохорович продолжает писать. Причем делает это по старинке на печатной машине. В журнале «Капкан» недавно появилась новая заметка ветерана. Причем за это он даже перестал требовать гонорары. Мне надо вот в журнал «Капкан» написать заявление, чтобы мне гонорар не начислили. Отказался. Но труды ветерана журналистики не остаются незамеченными. Его многолетнюю работу отметили на празднике Дня печати. Ревокату Моисеева вручили диплом в номинации «Народный корреспондент». Медрик Ковалев, Андрей Спиридонов и Николай Яковлев. Республика. Семеро по лавкам. Для семьи Степановых из Чебоксарского района это не просто поговорка. У них действительно семь детей. И это только приемные. Трое своих уже выросли и создали собственные семьи. Всего у Веры Даниловны и Вячеслава Васильевича десять детей и пять внуков. В гостях у Степановых побывали мои коллеги. Вячеслав Степанов заместитель директора по воспитательной работе в Тренькосинской школе Чебоксарского района. У супруги тоже педагогическое образование. Она трудится в том же учебном заведении социальным педагогом. Оба выросли в многодетных семьях. Привыкли к шуму, веселым играм с братьями и сестрами. Поэтому, когда свои трое детей выросли, решили взять приемных. Решили взять приемную семью, чтобы счастливить хотя бы одного ребенка. А потом жизнь показала, что он все-таки молодой, маленький, так скажем, первый классник тогда он был. Ему нужен друг, общаться, играть. Решили второго. Потом два мальчика играли. Постепенно потом хозяйке говорю, давай тебе помощницу, чтобы девушку возьмем. Значит, приняли девочку. Трое детей подрастали, ходили в школу. А под новый 2014 год Степановым позвонили из органов опеки и предложили взять еще четверых. У Кати и ее родных братьев Вани, Саша и Сергея умерла мама. И им грозило распределение по разным детским домам. То, что супруги Степановы, не раздумывая, примели их в свою семью, спасло ребят от расставания. И так их стало семеро. Дети все очень разные и у каждого свое увлечение. Когда я пришла, у меня была плохая наосанка. И мне сказали, что надо заниматься танцами. Ну, и мне самой как-то захотелось увлекаться. Все-таки интерес какой-то появился. И я начала заниматься. А потом уже со временем мне это стало очень интересно. И мне аж не хотелось бросать танцы. Кристина, хотя и занимается танцами пять лет, мечтает стать полицейским. Девушка-чемпионка чуваши по армспорту среди юниоров. Паша уже в девятом классе задумывается об армии и в школе с удовольствием занимается на уроках ОБЖ. А Ваня, который всего два месяца в Тринкосинской школе, любит плавать в бассейне. После школьных занятий вся семья собирается дома. Им есть что обсудить. У кого какие радости, а может и горести. Чем занимались младшие дети в садике, скучно не бывает. Кристина, у нас самый любимый праздник – Пасха, да ведь? Мы заранее готовимся. Да, Кристина? Дни рождения – это у нас уже… Это не только у нас, у всех. Еще что у нас, Кристина? Ну, пребываем к православной вере. Все православные праздники мы отмечаем. Своих и чужих в этой семье нет. Есть старшие и младшие. Практически каждую субботу дети, у которых уже свои семьи, приезжают к родителям на пироги. И тогда за столом Степановых вместе с внуками собирается 20 человек. Также в субботу у них традиционно банный день, совместное катание на санках и лыжах. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Папа может. Папа может все, что угодно. Правда, в столичном конкурсе лучших отцов участникам не пришлось плавать брасом и рубить трава. Мужчины раскрывали свои творческие способности. Поднаблюдал за состязанием отцов и мой коллега Дмитрий Ковалев. Он готов рассказать все подробности. На звание самого лучшего папа претендовали 8 мужчин. И все они такие разные. Тренер спортивной школы, актер драматического театра, охранник крупного предприятия и даже директор завода. Все они добились неплохих успехов в своей профессии и на общественном поприще. В их багаже благодарственные письма, почетные грамоты и медали. Их уважают коллеги. Это можно было понять, зайдя в зрительный зал. Каждого отца поддерживали дружные команды болельщиков. Но самые главные зрители на этом концерте – жены и дети. Самых лучших отцов объединяет одно – им удалось создать крепкую семью. А у некоторых пап уже и внуки появились. На конкурсе мужчины делились секретами своего успеха. К примеру, Владимиру Арсееву, который работает заместителем директора комплекса микрохирургия глазолюбов в своей профессии, удалось передать и дочери. Сейчас она трудится ординатором, но скоро станет офтальмологом. Свою семью Владимир приобщил и к массовому спорту. У меня сам мастер спорта по офицерскому многоборью. Но это было в прошлом. Сейчас я люблю плавать. Я не хочу сказать, что я старый стал. Старый человек становится, когда у него стареет душа. Ну, может быть, своим примером, может быть, им это нравится. Но, тем не менее, с горных лыж я не приобщал их к горным лыжам. Я сам любил кататься. Они, видя папу, приобщились к нему таким образом. Надо брать пример с таких пап. Это папы, которые когда-то служили в армии, работали, даже были военными. Сейчас они работают в простой, мирной жизни. И нам, конечно, хочется, чтобы папа участвовал в воспитании детей. Чтобы одержать победу, шеваксарские папы пели, играли на музыкальных инструментах и даже танцевали. Некоторым участникам пришлось нелегко, ведь на сцену они выходили впервые. Справиться с волнением им помогали жены и дети. Они тоже принимали участие в папиных постановках. Вот что получилось в итоге. Кто-то исполнял чувашские песни, кто-то срежиссировал массовый спортивный номер. Не всегда такое видишь филармонию на сцену. То и дело выходили хоккеисты, футболисты и самбисты. Выбрать лучших членов жюри, среди которых были только женщины, было довольно непросто. Ведь перед ними выступали самые достойные отцы. Я думаю, здесь собрались все достойные отцы. Потому что они знают, что мужское воспитание в семье самое главное. Вот они это хотят показать. Как они воспитывают в семье детей своих. Это все видно на стене, вот на фотографиях видно. Естественно, таких отцов дети любят, уважают. Ну, наверное, каждая жена, каждый ребенок считает своего папу самым лучшим. Но, естественно, мы так же считаем. Мы его очень любим, ценим. Потому что он в нашей семье всегда всех уважает. А еще почему? Потому что он никогда... Он всегда помогает своей семье. Мне остается добавить, что сегодняшний концерт показал папу. И действительно могут все, что угодно. Идеальные отцы еще не перевелись на земле. Чтобы это знали все, организаторы устраивают подобные конкурсы. Лучшего папу в Чебоксарах выбирают уже не первый год. Но от этой традиции отказываться не собираются и впредь. И как нам стало известно только что, победу в конкурсе одержал герой нашего репортажа, заместитель директора клиники микрохирургии глаза Владимир Арсеев. А в ближайшее время это состязание можно будет увидеть и в эфире национального телевидения Чуваши. Следите за программой. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин